2,5 миллиона тенге. На такую круглую сумму оштрафован крупнейший в стране Каско Мецбанк. Агентство по защите конкуренции уличило банк в нарушении джентльменских правил ведения бизнеса. Речь идет о недобросовестной конкуренции. Банк обязал одну из компаний все денежные операции проводить через свои отделения. Все в ваших руках. Другой банк первой десятки также попал под подозрение агентства. Лозунг из рекламного ролика Каспи-банка не понравился человеку, имя которого не разглашается. Он направил жалобу в антимонопольную инспекцию, которая взяла ее в работу. Хочешь нормально отдохнуть? Бери кредит в Каспи-банке. Зачем нужен другой банк, когда есть Каспий? Банки часто ведут себя некорректно по отношению друг к другу, но это их дела. Финансовый эксперт Алексей Сидоров обращает внимание на их уловки, которые они используют для завлечения клиентов. Порой они попросту обманывают рядовых потребителей финансовых услуг, когда они договаривают о всех нюансах при пользовании своими продуктами, в первую очередь кредитами. В целом, если говорить о хищлениях, которые обычно используются финансовыми институтами, они, конечно же, распространены. То есть те коммуникации, которые мы видим, и процентные ставки, которые указываются в рекламе, зачастую, попадая конкретно в офис банка, человек не увидит ту ставку, которую он видел в рекламе. Существует простое правило, которое поможет не попасть в просаг. Если вы собираетесь какую-то крупную покупку совершить и собираетесь это делать в кредит, то в первую очередь нужно немножко остановиться и подумать, а где вы хотите, в каком банке взять деньги в долг. И обязательно сравнить хотя бы несколько вариантов и выбрать наиболее выгодный для вас. Другими словами, на банк надейся, сам не плашай. Эксперт подчеркивает, что ответственное решение в отношении личных финансов, а не сиюминутный каприз, поможет оставаться в хорошей финансовой форме и жить без долгов.